Привет! На связи BigGeek и Жека Сенина. В прошлом выпуске об Акаре мы рассказывали, что за технология Zigbee, почему Акара лучше всего подходит тем, кто не хочет париться и долго разбираться в умном доме, и рассказали про стартовый набор, который максимально закрывает потребности любопытного новичка в этой теме. И это видео у нас тоже не для специалистов, а для новичков в теме умного дома, которые ищут легкий и быстрый вариант, как сделать себе умный дом на этапе ремонта или в квартире с уже сделанным ремонтом. Что в умном доме наиболее полезное? Для новичка это, конечно же, управление светом и бытовыми приборами. И тут нам придут на помощь три новых товара от компании Акара. Выключатель, беспроводной выключатель и реле, обычное и многоканальное. Расскажем про каждый из них отдельно. Первое. Умный выключатель. В прошлом видео мы о них рассказывали, но они у нас прошлой версии. Чем отличается новая? Раньше, чтобы установить такой выключатель, приходилось штробить стену, покупать и устанавливать квадратный. Его до сих пор можно купить на сайте Акары. Сейчас можно просто поменять стандартный выключатель на Акаровский и получить умный. Новые выключатели подойдут под наш существующий подрозетник, круглый. Но это не все отличия. В новом выключателе используется более новая версия протокола ZigBee и другой материал силового каркаса. Однако, давайте про главный плюс. Использование в логическом режиме. Например, в нашей студии вместо одинарного выключателя на входе можно поставить двойной, даже если светильник лишь один. Одним выключателем мы будем выключать свет в коридоре, а вторым управлять остальным светом в однокомнатной квартире. К примеру, выходишь из квартиры, нажимаешь левый выключатель, чтобы физически включить свет в коридоре и обуться. Приходишь в квартиру и включаешь два одновременно. Первый физически включает свет в коридоре, а второй логически запускает какой-нибудь сценарий умного дома. Например, в нашем случае можно включить две люстры и музыку на умной колонке. Сценарий с музыкой правда работает только с хоум китом и хоум подом. Разулся, разделся, опять нажал левый и начинаешь делать свои дела. В вашем случае сценарии могут быть другие. Закрыть умные шторы, отключить датчик движения для уведомления о проникновении в квартиру, отключить какой-нибудь прибор с помощью умной розетки и так далее и тому подобное. В общем, логический режим отличная фича, когда реле для переключения света и кнопка работают отдельно. И все доступные действия все еще остаются в приложении. Окей, с проводными выключателями разобрались. Они могут включать не только отдельные светильники, но и разные сочетания и даже разные сценарии. Плюсом получаем управление голосом через Алису или Марусю и даже хоум кит. Очень удобно, если у вас есть Apple TV или хоум под. Да и управлять светом через приложение дом, а не через приложение Акары, получится реально быстрее. Все потому, что хоум кит при возможности работает через локальную сеть, а приложение Акара через обращение к серверам и обратно. Выключателей бывает два типа, с нейтралью и без. Минутка физики. Переменный ток приходит по фазе, а уходит через нейтраль. Но именно в проводку выключателя нейтраль традиционно закладывается редко. Дело в том, что до умных выключателей особого смысла в ней не было. Обычный выключатель либо замыкал, либо размыкал цепь. Нейтраль же позволяла питать самые первые умные выключатели, но с тех пор выпустили выключатели и без нее, что позволяет не переделывать всю проводку в квартире с уже готовым ремонтом, а просто взять и установить такой выключатель. Но у выключателей без нейтрали есть и ограничения. Они не ретранслируют сигнал ZigBee, не умеют показывать потребляемую электроэнергию и имеют минимальную необходимую нагрузку. Поэтому, если вы делаете ремонт с нуля, лучше устанавливать выключатель с нейтралью. А если ставите выключатель в квартиру с готовым ремонтом, скорее всего нейтрали там нет. Соответственно и выключатель нужно покупать без нее. Чтобы установить выключатель и реле, нам конечно же нужен специалист, потому что я не электрик и устанавливать ничего не умею. Поэтому мы пригласили Юрия Арслангиреева с канала Intelligent House. Обязательно загляните в описание и может быть подпишитесь на него, если вам понравится контент. Погнали устанавливать. Юр, давай посмотрим, что там в комплекте. Тут у нас встречает реклама Акары с пожеланиями. Инструкция страниц на 40, где невозможно не разобраться с подключением. Комплект винтиков для подключения к европейским подрозетникам и комплект винтиков для подключения к неевропейским подрозетникам. Картоночка, которая держит выключатель и сам выключатель. А, ну здесь еще российское приветствие, сертификации и прочее. Мы будем менять выключатель старого образца на выключатель нового образца. Но тут в чем прикол? У нас практически все подрозетники, кроме одного в студии, квадратные. Они делали специально под эти выключатели. Но тут какая штука. Даже если у вас квадратный подрозетник, вы вот такой вот выключатель сможете установить, что круто. А на круглый подрозетник мы, соответственно, будем устанавливать релешку. Потому что там у нас вентиляция. Итак, нам первым делом нужно снять старый выключатель. Для этого есть две защелки, которые нам нужно поддеть, чтобы снять крышечку. Таким нехитрым образом легко он откручивается. Далее два винтика. Мы их тоже откручиваем. И раз у нас тут уже все подготовлено для установки, нам достаточно будет просто снять два провода и установить их на новый выключатель. Прежде чем опять лезть туда, убеждаемся, что здесь нет напряжения. Если было бы напряжение, здесь загорелась бы лампочка. Например, сейчас я его для пробы включу. Вот, лампочка еле-еле загорелась. Выключив, мы убеждаемся, что напряжения здесь нет. Понял. А здесь важно соблюсти, где провод приходящий, где провод отходящий. Мы видим, что провод, который подписан на L, то есть то, что идет с автомата, он идет через вот такую клемму. То, что идет на лампочку, он свободный. Это достаточно важный момент, чтобы собрать все правильно. Если для одноклавишного выключателя это менее важно, то для двухклавишного это принципиальный момент. Вместо него берем новый выключатель и собираем в обратном порядке. Там, где подписано L, мы устанавливаем провод, который идет от клеммы, как мы его запомнили изначально. А если провода одинаковые, есть смысл их померить как-нибудь маркером, бирочкой, чем-нибудь. И под первую клавишу устанавливаем отходящий кабель на светильник. Тут есть еще отверстие под светильник, который бы управлялся второй клавишей. Но эта клавиша у нас будет логически настроена на то, чтобы управлять другим источником света. Таким образом, физически он управляет одной группой света, вторая клавиша управляет чем-то другим. Прежде чем все закрывать и монтировать, убедимся, что свет работает. Выключатель переключает. Для этого у нас все уже подключено. Мы включаем автомат. Свет мы видим переключается. Для чего мы проводили проверку? Чтобы убедиться, что нужная клавиша у нас включает нужную группу света. А казалось, что правая клавиша включает у нас свет вместо левой. Поэтому мы перекидываем отходящий кабель на соседнюю клемму. И она у нас уже будет управляться нужной клавишей. Тут в принципе все логично. Клемма, подписанная L2, управляется левой клавишей. Клемма, подписанная L1, управляется правой клавишей. Соответственно, все получается логично. Левая возле левой, правая возле правой. Теперь нам нужно снять крышечку с выключателя. Устанавливаем ее к подрозетнику. Примеряем. Что у нас все сходится. Да, отверстий достаточно. Так, теперь нам нужно установить выключатель ровно. Благо, что старый выключатель оставил после себя следы. И мы просто по ним равняемся. Если следов нет или не уверены в том, что выключатель становится ровно, нужно использовать уровень. Даже в айфоновском приложении это можно сделать. Обратите внимание, как насаживается крышечка. Здесь есть контактная группа. И здесь есть тоже контактная группа. И они должны пожениться. Оп, видим, что работает. Вторая штука моя любимая. Это беспроводной выключатель. Он работает от батарейки CR2450, которая служит аж до 5 лет. Его можно установить буквально где угодно. Например, у кровати, если лень ходить по квартире и выключать свет, либо делать все с телефона. Или у рабочего стола, чтобы включать и выключать свет для комфортной работы, не отвлекаясь даже на телефон. Самое крутое, что беспроводной выключатель можно как приклеить, так и просто оставить на столе. Да даже носить в кармане, если вы совсем уж странный человек. Ведь у каждого была ситуация, когда хочется выключить свет, но выключатель далеко и идти лень. Вот, это лайфхак для ленивых и для меня в первую очередь. Что самое классное, на беспроводной выключатель можно назначить сценарии для одинарного, двойного, длинного и одновременного нажатия. Аж 7 действий. Опять же, на примере нашей студии. Выключатель лежит у компьютера, чтобы в случае необходимости управлять светом быстро и не вставать с места. Одинарное нажатие левой кнопки включает и выключает ближайшую ко мне люстру. Двойное свет на балконе. Зажатие включает вообще весь свет в студии. Однократное нажатие правой переключает дальнюю люстру, двойное свет в коридоре. Зажатие выключает вообще весь свет. Ну и наконец, одновременное нажатие включает и выключает свет в баре. На разные действия разное количество света. У беспроводного выключателя есть специальный режим быстрого соединения. Тут можно настроить лишь одно нажатие, но все будет включаться и выключаться существенно быстрее. Плюс вам не придется запоминать аж 7 сценариев использования. Работает такой выключатель со светильниками, либо с помощью проводных выключателей, внутри которых есть реле. Либо с помощью отдельных реле без выключателей. И это третий пункт нашего сегодняшнего видео. Для чего эти самые реле нужны? Они устанавливаются в подрозетники, чтобы включать и выключать свет и приборы дистанционно. Допустим, вы хотите из своих обычных розеток сделать умные, а пихать по вот такому блоку в каждую ну совсем не хочется. Не эстетично, да и они могут мешать друг другу. Или же в ваш дизайн никак не вписываются выключатели Атакары. Они есть только в белом цвете, а у вас по дому, допустим, запланированы черные. А может есть приборы, которые вообще должны работать без кнопки. Например, можно поставить датчик температуры и влажности в ванной и реле на вентиляцию. Влажность превышает какой-то процент, вентиляция автоматически включается. Удобно, зеркало меньше запотевает. Ну и, что гораздо важнее, конечно, вероятность возникновения грибка в ванной существенно уменьшается. Короче, сценариев использования тут тоже масса. Среди них есть даже система перекрытия водопроводных труб при определении протечки, что может сэкономить примерно тонну денег на ремонте и себе, и соседям. Реле есть одноканальные и двухканальные. Соответственно, например, для одинарного и двойного выключателя. Конечно же, они умеют выполнять только два действия. Включить и выключить. Ну и плюс работа со сценариями. Ну а, например, кондиционер они не включат, потому что его недостаточно включить в розетку, чтобы он начал охлаждать помещение. Тут важно отметить три вещи. Во-первых, реле также бывают с нейтралью или без, что логично. И нужно заранее выяснить, какое вам надо купить. Во-вторых, нужно понимать, поместится ли у вас такой реле в подрозетник или нет. Это вообще главная проблема с ними. Если с одноканальным реле зачастую проблем нет, то вот с двухканальным могут возникнуть проблемы, оно существенно больше. Что хорошо, на сайте Акары есть габариты. На крайний случай можно склеить картонный прямоугольник, чтобы электрик проверил, поместится ли реле в подрозетник. В-третьих, устанавливать одноканальные реле для использования с выключателями лучше при наличии выключателей с возвратом, звонкового типа, которые всегда в одной позиции. Можно установить и под самый обычный выключатель. И для таких случаев у реле есть два режима. Для тумблера и возвратного выключателя. Но тут есть свои нюансы. В режиме тумблера вам нужно будет включать свет двойным изменением позиции, если вы ранее выключали его дистанционно и наоборот. А в режиме возвратного обычный выключатель будет все время в разных позициях. Это будет неэстетично, но с другой стороны терпимо. А теперь, чтобы нам установить реле в подрозетник, нужно вытащить старый выключатель и за ним уже установить само реле. Снимается выключатель обычно достаточно просто и обычно одинаково. То есть нужно вытащить клавишу, поделить за доступную поверхность. Далее здесь внутри есть пластиковая держалка, которая держит рамку. Можно либо потянуть за рамку, либо вытаскивать ее отдельно. Мне удобнее потянуть за рамку. Теперь нам нужно раскрутить винтики от выключателя, который его держит. Откручиваем их не до конца, чтобы потом не пытаться попасть в нужное отверстие. Прокручиваем выключатель, вытаскиваем и видим вот такую красоту. Сняв выключатель, мы убеждаемся, что здесь подрозетник глубокий и намного больше вероятность того, что сюда наш кубик реле влезет. Давайте попробуем его смонтировать, а прежде убедимся, что здесь нет напряжения. Смотрим с одной стороны на одном проводе, смотрим на другой стороне на другом проводе. Все хорошо. Далее, чтобы вытащить провода, нам необходимо зажать клавишу. В вашем выключателе там, возможно, будут винтики. Смотрите инструкцию к вашему выключателю. У нас на реле отображается, что оно подразумевает подключение нейтрали. И в подрозетнике у нас тоже есть нейтраль, значит, у нас все подходит. Единственное, что здесь установлена клемма вага на два контакта. Нам эту нейтраль нужно будет вставить, в том числе и в наше реле. Поэтому мы сейчас его снимем очень аккуратным способом и наденем новое. Зачистим провода, чтобы было достаточно поверхности для того, чтобы это все уместилось в клемме. Также нам потребуется кусок провода, который мы вставим уже в само реле. То есть здесь у нас провод идет от щитка к светильнику напрямую. И от него мы берем небольшой отрезочек для того, чтобы подключить к нашему реле. Нам, в принципе, будет достаточно небольшого совсем отрезка провода. К счастью, провод у меня с собой есть. Мы его отрезаем. Снимаем необходимое количество изоляции и надеваем наконечник. С наконечниками заморачиваться стоит, если у вас провод многожильный, как у меня, многопроволочный. Если у вас жесткий провод, как вот здесь, ему наконечник не нужен. И сейчас все это обожмем. Для подключения будем использовать клемму от вага. В народе просто ваги. У нее есть три отверстия, куда можем вставить провод. В один вставляем нашу перемычку. В две другие вставляем нейтрали. Одна приходящая от автомата, другая выходящая на светильник. Теперь мы ослабляем сразу клеммы, которые нам понадобятся. Нам понадобятся клеммы нейтрали. Фаза приходящая, это которая L без циферки. S1, S0 это то, к чему будет подключаться выключатель. И L1 это то, куда будет подключаться отходящий провод, то есть на светильник. Здесь также важно соблюсти, где будет находиться приходящий провод от автомата и уходящий на светильник. Как это можно сделать? При помощи индикаторной отвертки. У нас есть специально обученный человек, который будет по моей команде включать автомат. А я буду индикаторной отверткой смотреть, где у нас есть напряжение. Жень, включай. Смотрим, здесь напряжение есть, здесь напряжения нет. Значит, вот этот провод у нас будет приходящий. Выключай автомат. Убеждаемся, что автомат действительно выключен и здесь нет напряжения. И давайте все уже подключим. Теперь нам нужно подготовить еще два провода для подключения клавиши выключателя. Здесь длина их должна быть подобрана таким образом, чтобы, будучи реле установленному в подрозетнике, хватало длины проводов, чтобы подключиться к выключателю. Убеждаемся, что все жилки попадают внутрь наконечника, чтобы ничего снаружи не торчало и не ударило. Никого не током, не было короткого замкания и так далее. Теперь нам нужно их обжать при помощи устройства для обжимки проводов. И теперь мы можем уже вот те проводки, которые мы наделали, смонтировать в отверстие. Это отверстие S0 и S1. Устанавливаем их прямо сейчас, потому что уже потом, когда будет смонтировано в подрозетнике, это будет делать не так удобно, как сейчас. Ту нейтраль, которую мы заготовили, вставляем в отверстие с подписью N. Хорошенечко все закручиваем. Дальше приходящую фазу, которая у нас помечена оранжевым и которую мы проверили, вставляем в отверстие L. И провод, который у нас отходит на светильник. Она же фаза отходящая. Мы подключаем к клему L1. Теперь важный момент. До того, как устанавливать его в подрозетник, закрывать выключателем, нам необходимо приконнектить это реле к хабу от Акары. Для этого нам нужно включить свет. Добавляем устройство, выбираем реле одноканальный. Выбираем наш хаб. И далее кнопку на реле мы зажимаем до того момента, пока не начнет моргать лампочка. То есть это порядка 5 секунд необходимо зажать. Оп, я назову это вентиляция, поскольку эта вентиляция есть. И расположено оно, соответственно, в студии. Все, готово. Вот здесь название тоже задаем, чтобы верно отображалась в HomeKit. Вентиляция. Готово. Тут у нас, соответственно, как раз переключение того, как мы будем включать свет, либо двойным нажатием, либо каждый раз выключатель будет в разной позиции. И, в принципе, все, я так понимаю, можем включать. Да? Да. Вот мы услышали, что начала работать вентиляция, значит, все нормально. Теперь мы снова выключаем автомат в щитке электрики и собираем все уже в готовую схему. Теперь те проводки, которые мы вывели для подключения выключателя, мы их устанавливаем в наш старый выключатель. Убеждаемся, что они держатся на месте. Чтобы снова эту конструкцию не собирать и не разбирать, мы убеждаемся, что все работает так, как нам нужно. Мы выключатель переключаем. Услышали, что вентиляция начала работать. Выключаем. Слышим, что она перестала работать. Значит, все хорошо, можно собирать. Теперь нам необходимо сделать самое сложное, что есть в этой операции. Это установить вот этот наш блок реле в подрозетник, при этом, чтобы осталось еще место для выключателя. Вот. Теперь осталось сделать совсем за малым. Это установить выключатель на его место. Раз у нас есть тут место, к чему приклеить антенку, нам ее нужно установить как можно дальше из стены. То есть, чем она ближе к выходу, тем будет лучше. У нас тут достаточно плоская поверхность у выключателя, поэтому мы клеим ее прямо сюда. Тут у нас все пластиковое. Ничего приему сигнала мешать не будет. И мы устанавливаем антенки и проводочки так, чтобы они нам не мешали. Надеваем на винтики, которые у нас остались. Вот. И закручиваем. И давайте контрольную проверку. Включи, пожалуйста, автомат. На переключение выключателя мы слышим работу вентилятора. Все ок. Проверяем уровень подручными средствами, но это лучше, чем ничего. Вот. У нас все стоит в нуле. Все хорошо. Значит, можем надеть кнопочку. Ну и вот, все работает. Соответственно, можно включать-выключать как клавишей, так и телефоном. Вот такие переключатели для умного дома. Стоят реле и выключатели от 2 до 3500 рублей за штуку. Если устанавливать их на стадии ремонта, получается совсем недорого. Учитывая среднестатистическую, без преувеличения, колоссальную стоимость современного евроремонта. Если же менять выключатели и устанавливать реле в квартире с уже готовым ремонтом, когда вы не тратите колоссальную сумму денег, то может показаться, что это прям дорого, учитывая, что для использования этого всего обязательно нужен хаб. Условно, на 5 выключателей одно реле и хаб надо будет потратить чуть более 23 тысяч рублей. И такую сумму далеко не все будут готовы потратить вот так вот внезапно. Поэтому перед установкой умного дома и особенно выключателей с реле заранее просчитайте все расходы. Но вот честно, при современной стоимости абсолютно всей техники, в том числе и бытовой, это совершенно не критичная сумма. И если в случае включения-выключения света это лишь комфорт, то те же розетки или реле могут помочь вам выключить забытый утюг или же автоматически перекрыть воду при обнаружении протечки. Как вам вот такой умный дом, чтобы себе взяли из набора от Акары? Рассказывайте нам в комментариях, пообщаемся. Ну а я пойду делать для вас новые видео. Всем спок.